Военные приготовления в России, Украине и НАТО. И дискуссии на всех уровнях о том, как всё же избежать реальной эскалации на украинских границах. Лишь на минувшей неделе Евросоюз предостерёг о жёстких санкциях в случае вторжения в Украину. Это пока на ситуацию не повлияло. Напротив, Москва теперь озвучила свои условия для мира. Вначале устами дипломатов, а затем и лично Владимира Путина. Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем, и этому-то нельзя верить. И этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. Потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны. Требования были выдвинуты Москвой в конце минувшей недели в форме двух проектов договоров США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. Суть требований — Украина не может быть принята в НАТО, а сам Североатлантический альянс должен вывести все свои вооружения из региона бывшего СССР и отказаться от проведения учений на этой территории. Накануне, в течение нескольких недель, Россия стягивала свои подразделения к границе с Украиной. Переброска российских военных, как уверены в Альянсе, продолжается и по сей день. В НАТО заявляют, что хотят диалога с Москвой. При этом путинские требования в Альянсе категорически отвергли. «Мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за право Украины выбирать собственный путь. Эпоха сфер влияния закончилась». В самой Украине к угрозе вторжения отнеслись весьма серьёзно. На этих кадрах видно, как в Сумской области на северо-востоке Украины укрепляют границу противотанковыми рвами и валами. Тем временем украинский президент Зеленский предложил Путину встретиться в любом формате, но в то же время напомнил Брюсселю об амбициях Киева по вступлению в НАТО и заявил, что ждёт конкретных сроков уже в 2022 году. «Все мы не можем принять тезис, который тоже очень популярен. О Евросоюзе через 30 лет, а НАТО когда-то там, лет через 50. Где-то там будем. Это демотивирует всех». Кремль уже дважды в нынешнем году перебрасывает сотни тысяч военных и тяжёлую технику к своим западным границам. Чего на самом деле добивается Путин. Вот что думают по этому поводу немецкие эксперты. «Типичное перекручивание причин и следствия, которые мы наблюдаем годами со стороны российского руководства. Это целенаправленная эскалация и уже не впервые. Москва с помощью этого нагнетания рассчитывает получить стратегические преимущества в отношении США и НАТО». По мнению эксперта Аберхарда Шнайдера, российский президент своими требованиями сам себя загнал в ловушку. «Путин знает, что США и НАТО не могут выполнить этих условий. Он также не может каждые полгода перебрасывать войска туда-сюда, поскольку рано или поздно всё это будет выглядеть неправдоподобно. А цена гипотетической войны между Украиной и Россией намного превысит её преимущества, ведь это была бы долгая и затяжная конфронтация». Многие немецкие эксперты считают, что предлагаемый договор невозможно обсуждать всерьёз. Однако диалог с Москвой необходим. «Нужно попытаться получить от российской стороны предложения, которые можно было бы обсуждать. Оба проекта договоров в таком виде для обсуждения неприемлемы. Ясно, что это цель переговоров, которую ставит для себя Россия. Но в подобных переговорах должно быть «мы хотим это, мы дадим вам за это то-то и то-то». Должны быть возможности для компромисса. Пока их не видно». Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что в предложениях России присутствуют моменты, по которым имеет смысл вести диалог. По словам Блинкина, он может стартовать уже в начале следующего года. Однако такой диалог возможен лишь при условии деэскалации у границ Украины и координации с европейскими союзниками и партнёрами. Кроме того, новые встречи президента Байдена с Путиным пока не планируются.